Встреча с Тибо Встреча с Тибо Облачное вычисление – одна из мировых новинок. На деле открывающая, еще не осознанная пользователем до конца возможности. Кем бы он ни был – экономистом, студентом, чиновником или рекламистом. Наши партнеры из компании МТС проповедуют инновационный путь развития бизнеса. И я рад сегодня предложить вместе с ними абсолютно новую не только для белорусского, но и для всего европейского рынка технологию. Я могу сказать так, поскольку компания накопила уникальный опыт в этом направлении. Суть Cloud Computing – облачного вычисления в том, что информация хранится на серверах. И лишь по требованию клиента работа с ней ведется посредством телефона, смартфона или планшета. Передаются данные по шифрованным каналам с необходимой защитой. То есть по сетям, за конфиденциальность этих каналов несет ответственность наши партнеры. Среди облачных сервисов – 1С предприятие для бухгалтерского учета, паблик-клик для создания демонстрационных рекламных сайтов и видеоконференция «Видеомост». Список предложений постоянно расширяется. Облачное решение – это партнерский проект вместе с компанией NEC, всемирно известной компанией, которая данное решение внедряет на ряде рынков, такие как рынки Японии, Испании и других стран. Я думаю, что белорусский рынок также будет воспринимчивым к этим решениям, ибо за решениями стоят практические выгоды, как для бизнеса, так, собственно, и для самих жителей нашей страны. С уверенностью можно сказать, что создание информационных и коммуникационных сетей значительно изменит нашу с вами жизнь. Вот так информация о моем давлении, пульсе и частоте дыхания уходит на сервер клиники. Таким образом, при помощи нехитрого устройства я могу круглосуточно находиться под надзором врачей. Проект так и называется – «Мобильное здоровье». Он был сегодня представлен публике мобильными телесистемами. Это не просто консультация на расстоянии. Это круглосуточный мониторинг и диагностика пациентов, вне зависимости от их текущего месторасположения. Такие устройства позволяют отправить его домой и наблюдать за состоянием его здоровья, как будто он лежит в палате больницы. Пилот-проект уже реализован в четырех районах страны. Мобильное здоровье также базируется на облачном вычислении. Кстати, на нем планируют сосредоточить свое внимание и белорусское представительство Microsoft. В конкуренции рождается лучший продукт. Сегодня объявить об открытии полноценного офиса в Беларуси – это не только связано с ТИБО, это связано с тем, что решение нашего головного офиса подтверждено подписью вице-президента. Мы имеем на руках документ, который говорит о том, что с сегодняшнего дня офис работает в полноценном режиме. В целом ТИБО 2011 оставил приятные ощущения. Тут было тише, чем в минувшие годы, но атмосфера была пронизана деловитостью. Даже белорусские производители заставили уважительно относиться к своим разработкам. А китайские гости не бросались на перерез с предложениями, а тихонько наблюдали за крикливыми промоутерами. Не опаздывает тот, кто никуда не торопится. Дмитрий Костин, Алексей Корнющенков, Первый канал.